Медицина и здравоохранение Причем очень значительная часть, ибо от психического и физического состояния, от физического здоровья людей во многом зависит благополучие нации, народа, благополучие страны. И не случайно отец мировой медицины, так бы я его назвала, Абу Али Гусина, наш соплеменник, европейская альтернация, это Абицена, живший в X и XI века, дал начало великому искусству исцеления своими трудами. Их у него было посвящено именно медицине более пятидесяти. И это, конечно, самое главное его труд, это канон врачебной науки, книга исцеления, указания и наставления, книга знаний и так далее, огромное количество этих книг, которые были основными учебными пособиями, кстати сказать, в течение многих веков. Вплоть до середины XVII века по его книгам обучались в университетах Европы, Востока и вообще всего цивилизованного мира. Ведь Сино еще, к тому же, известен не только как исцелитель, он известен и как поэт, писавший, кстати сказать, он ушел в число лучших классиков, даже, кстати, в сетской поэзии. Это и философ, это и музыкант, и поэтому, в общем-то, ну это человек многоградный, это и астролог, вот, человек, который сделал внос в мировую культуру очень много. И надо сказать, что из 450 прудов, которые были написаны, сохранилось до наших дней, вот прошло 274. И надо сказать, что вот одна из прекраснейших афористических книг, Зафар-Наме, которая, кстати сказать, Зафар-Наме, значит книга побед, она приписывается ему. Но на самом деле она была написана Буллурмехером, визирем царя Аджелана Первого Справедливого в VI веке. И Авицена перевел со среднеперсидского, то есть пихлили эту книгу на среднеперсидский, на то, что мы сегодня называем Фарсией. Я переводила эту книжку, и поэтому могу сказать, что это очень любопытная книга, я думаю, что не случайно на нее обратил внимание великий Авицена. Эта книга написана в форме, афористическая такая книга, в форме вопросов ученика, своему наставнику и ответов учителя. И вот один из вопросов, мне очень хочется сегодня сказать вам об этом, один из вопросов ученика звучит так, «О, учитель, скажи, что надо было делать, чтобы обойтись без декарств?» Это относится к сегодняшней нашей с вами теме. И внутренний ответ учителя гласит, «Мало есть, и мало спать, и мало говорить». Мало есть, и мало спать, и мало говорить. Я должна сказать, что «мало» означает «в меру», не больше, чем полагается. А вот «мало говорить» и вовсе означает, что излишняя болтливость может на целую голову укоротить тело человека. Как говорил один из персонажей моего любимого писателя Бахманьора, который я тоже переводил, это писатель, великолепный писатель, розаик, такой притчеобразный писатель XX века, один из его персонажей говорил, «Да, длинный язык укорачивает тело человека на целую голову, умы на целую голову». Вот, поэтому, прежде чем какие-то слова говорить, об этом и олицарный график преподвижал, слово, всегда он слово ставил впереди всего. Что лечит человек, прежде всего, на первом месте у него слово. Вот. И надо сказать, что не случайно слова, слово, вернее, «медицина», слово «медицина» получило свое название от имени самого Абу Али-Игусина, потому что это слово взяло свое начало от словосочетания «мада-де-сино», «медицина», «мада-де-сино». «Мада-де-сино» переводится «исцеление от Сино», то есть от Али-Цены. Вот это «мада-де-сино» стало названием всего мирового, так сказать, направления здравоохранения, которое называется «медицина». Как интересно. Да, поэтому я его называю отцом вообще современной, вообще мировой медицины. Сегодня, вы уже знаете все, что перед нами выступит мой вот замечательный друг, наш соплеменник, Амулозахур Тофили. Он верный последователь Али-Цены, я должна сказать. Вот это очень многограммный человек. Он врач-кардиолог, психотерапевт, фитотерапевт, мануалист, сексопатолог, специалист по восточной медицине, носитель звания «Лучший целитель в России 2002 года», «Лучший целитель мира 2004 года», кандидат медицинских наук, академик Межнациональной Академии Естественных Наук, член-корреспондент Академии Технологических Наук России, генеральный директор ООО «Мехрегион», ну, если перевести на таджокский, драгоценные травы или драгоценные растения, главный редактор журнала «Авицина» и председатель профессиональной ассоциации традиционной медицины, специалистов народной медицины и целителей Республики Таджикистан, член Ассоциации Таджиков мира «Айван», то есть «Связь», вот, и поэт, прозаик, музыкант, член Общественного совета при президенте Таджикистана, член Тарвово-промышленной палаты Таджикистана, председатель Международного союза писателей и целителей, автор 50 книг и 20 запатентованных лекарственных препаратов, народный герой Республики Таджикистан, и это все, вот один этот человек. Я хочу привести, прежде чем я закончу, я хочу привести одну цитату из рассказывания «Авицина». Он говорит, нет безнадежных больных, есть только безнадежные врачи. Вы понимаете, это было сказано в 10 веке, нет безнадежных больных, есть безнадежные врачи. И доктор Тухари как раз учит, как прожить без болезней. А лекарство он означает естественное, натуральное, не приносящее вреда человеческому организму. На его счету, кстати сказать, многие сотни людей, которым доктор Тухари подарил вторую жизнь, счастливую, безболезненную, полной радости. И вот давайте мы сегодня с вами послушаем, что он нам посоветует для сохранения нашего с вами здоровья. Саламу, дустану Азиеву, здравствуйте, дорогие друзья, я вас всех люблю. Я разработал систему. Я в течение 50 лет работаю в области медицины и пришел к такому заключению, что надо людей учить быть здоровым, а не лечить. То, что человек принес инфаркт, инсульт, он болит, много проблем. Поэтому буквально вот 18-го я на приеме президента был, но мне сказали написать, свое предложение, что внедрить мои методики в школах. Именно в школе с комитетом надо учить людей, чтобы быть здоровым. В средних родов жителей, если человека много книг пишет, 100-150-200 лет. Есть книга «Умерщий врачейный льгот», но там пишут 250 лет и все. А для этого все надо учить людей. Так, у меня, чтобы у вас был тонус, я диагностику ставлю под голосом. Сейчас все будем три раза говорить. «Хо-хоу!» Берем глаза. «Хо-хоу!» «Хо-хоу!» «Му otro!» «Хо-хоу!» И одно газеты, ну про меня написали, таджик, который мир признает, походы ставят диагноз. Мы просто сидели, люди ходят, я говорю, у него печень, у него почки, у него такой больной, а там спрашивают уже. 90% то, что я сказал, соответствует. Значит, техника проблемы со здоровьем не решает. Правильно? Еще со здоровьем много проблем, и деньги не решают. Я вам все на этом скажу. А сейчас у меня три вопроса. Первый вопрос. Самый богатый человек в этом зале, кто? Руку поднимите, пожалуйста. Самый богатый. Тот, кто здоров. Никогда лекарства не пили. Хорошо, потом я отвечу. Второй вопрос. Кто хочет жить сто лет? Все хотят. Да. Третий вопрос. Кто занимается очищением к счастью, делит призму? Кто делит призму от щели к счастью? Я почему этот вопрос задавал, товарищи? Первый вопрос. Самый богатый. Это я везде провожу тренинги. И дипломатом проводили, и коллегами из РАП. Вот этот вопрос. Кто самый богатый? Никто руку не поднимает друг на друга, смотрит на друга, все больнее. Самый богатый, когда глаза видит, учит, слышит, нога не видится. Это богатство. И любит. Да. Второй вопрос. Кто хочет жить сто лет? От нашего познания многое зависит. Я по себе скажу. Я два раза принес клиническую смерть. Буквально вот в 20-м году у меня двухсторонний клеврит был. А я два раза. Вот. Как говорится. И мочекаменные болезня очень плохо выглядят. Собирались родственники, давая в больницу, а тот умрет. Я говорю, в больницу не пойду, до 100 лет буду жить. Я разработал систему. Там я специально наклеивал, что вы потом на свой телефон снимали. Система озаривания по методику доктора Тахири. Потому что 55 книг я написал на один лист заключения сделан. Сейчас потом немножко вам расскажу. От ваших подсознаний многое зависит. Вот у нас многое едут в хадж. Знаете, что такое хадж, да? Посещает Марком. Вернется многое, когда анализировали, умерли через 2-3 года. Почему умерли? Он сказал, что я тоже не учился, заканчивая быть министром. Все кончится, надо умереть. Себе готовить код на смерть. Когда пастор арабской стороне его лечит, говорит, давай, тебе отправляй, бесплатно наш Саша встречает. Я говорю, я не пойду. Говорит, почему я говорю, я анализировал. Все, кто поехали, вернулись, многие умерли. За 95 лет потом я поеду. Хотя я в Дубае работаю. Поэтому, когда вы перед собой поставите цель, задачу, вот там случили, это 10 лет тому назад был снят. Я когда работал в Сочи, мама упала, ну звонит, что я умираю, приходи. Я говорю, если умрешь, не пойду. Реакция такая. Она меня ждет, когда придет. А вот сейчас много кто-то говорят, я болею, я умираю или раакция. Это вы должны переключиться. Слово действует на организм человека дворяка. Я когда написал в книге «Мудрость любви», написал, словами можно любить, словами можно убить. Один слово разрушает все. Поэтому, если вы перед себя сегодняшний день не поставите, день с днем активизируйте. Там есть книжка «Жест прекрасно, когда мы здоровы». В основном меня пригласили бывшего ректора, но за 8 лет сказали, он тяжелый, больной, он умирает. Я пошел по 2 часа с ним беседую. Говорю, твой запас организма лежит за 100 лет. Вот так-так. Через 3 месяца я смотрю, в интернете про меня пишут стихи. Потому что надежда на выздоровление – это уже половина лечения. Правильно? Правильно. Так. Поэтому есть книга Платонова «Слово как физиологический лечебный фактор». Одним словом можно много болезней лечить и много болезней проявляться. Вот сейчас ошибки нашей медицины, много болезней говорят не из лечения. И Барнон уже говорит, да, у меня раб, у меня такой не из лечения, он не выздоравливается. Потому что его подсознание не дает дальше развитие. Так, третий вопрос – очищение кишечника. Видите, а я с собой, когда больных индивидуально консультирую… Включите, включите. Вообще, смотрите, первый фильтр – это печень. Любой орган поражается, это первое нарушение комиссии печени. Потому что я участвовал на вскрытии 2000 умерших людей, когда заедущий один день реанимация работала. Вот китайская медицина тоже говорит, если сердце больное, зрение нарушено, надо лечить печень. Вот смотрите, здесь, ну, печень, все, вот это, толстый кишечник – это мусоропровод. А, вот. Если мусор не будет в свое время входить, газ образуется. Я специально вот этот шланг взял, чтобы вы помните. Вот этот шланг, как толстый кишечник. Пиша поступает, дальше не идет, остановится, газ образуется. Газ образуется, давление превращается, нарушение, рейд пойдет, много проблем. Долго будет стоять. Калевые камни, там червяшки образуются. Поэтому я более 30 лет делю клизмы. Клизмы делят несложно. Я специально взял учеников 3-5 класса, чтобы доказать нашему президенту, что можно школьные стремления, их научить, как делят клизмы. Есть кружка эсмаха. Если знаете, там 2 литра воды размещается, шланг есть. Ну, наверху, кипяток, воду поставят, температура тела, есть шланг наконечник, вводят задний проход. Вода заходит, ну, 200 мл, потом уходит все. А сейчас более 15 лет на территории России многих научат, что от крана у вас у каждого дома есть тушилы. Открывайте березги, там маленькие отверстия, есть шланг. Сядете на углу в ванной, стоя будете держать задний проход, чтобы 50 сантиметров вода подниматься. Держите воду на ходе, сразу убирайте газы, кал уходит. Вот так 3-5 раза. У вас сразу много проблем решается, потому что мусор уходит. Простой вещь. Если будет дело, гарантированно, вы выздоровеетесь, долго будете жить. Значит, я когда работал в Дубае в 1994 году, у меня приступ от пенсии. Мы жили в одной квартире, один брат с Америки, один из Ирана, один из Дубая. Хотели меня отправить на операцию. У меня с собой была книга Майя Гагуляна «Ощущение организма». Я говорю, человек, государство, я говорю, даже иногда зуб удаляюсь, человек может умереть. А я пошел в 12 часов ночи, один раз шланг вот так держал, все покрыться, холодный лепкий пот, расслаблюсь, все. Два часа, еще пять часов, пару утра уже никакой боли нет. Аппендицин исчез. Если вы научитесь делать, я сейчас, например, иногда делаю в течение дня 3-4 раза, когда плохо чувствую. Я сразу чувствую, что у меня газ, сразу давление повышается, поддержал шланг, сразу выше. Еще один пример. Я когда в Сочи работал, на самолет опоздал, новый билет взял. Рядом сидел один генерал, который курировал в Сочи, генерал ФСБ. Ну, я пообщался, говорю, давай я тебя завтра в ресторан приглашу, угощу. Ну, завтра вечером мы пришли, я вам поставил, только коньяка, много морских продуктов, я некоторые вещи не кушаю тогда. На завтра утром у меня обе ноги отекли до коленей, я очень плохо выглядел. За два дня я себе восстановил. Я взял 20 таблеток активирования угора, соды пыли, так, наверное, 10 раз клизму сделал, сок и пыль, за два дня восстановился. Организм человека самовосстанавливающий. Вот утром у вас берут анализ крови, сахар, и килограмм 4 походите, опять задаете, если будет 15, становится норма. Он расходуется. Поэтому много сейчас, когда в реанимации работал, много людей снимались после, много в РОЦК, секретарь Глокома, РОЦК снимали, сразу в реанимацию. Высокое давление и транзиторно повышается сахар. И врачи, которые опыта не имеют, говорят, у вас сахар высокий и диабет. Код ставят, у него появляется и диабет. Потому что это времени. На фоне стресса сахар тоже повышается. Сейчас очень много сахарного диабета. Так, вот насчет, что вы поняли, чьи мы делаем. Я на себе делаю. Я однажды, ну, смотрю, живу, трудно, газы ходят. Огороды поливал, все, смотрите, никого нет, вот эта холодная вода, шланг держат. Вода зашла, сразу, калевые массы, газы, сразу мне легче стало. Поэтому вы научитесь делать. Вот маленькие грудные ребенки плачут, у них газ, все, все. Есть груша, возьмите воду. Вот так взяли туда и сразу газ, калевые, и он спокоен. Или ночью он встает, плачет. Живу плачет, вода не хватает. Поняли? Первое лекарство – вода. А сейчас минут пять, по-моему, шесть фильм есть. Первый номер поставил, свет выключить. Чуть-чуть, чтобы вы имели представление. А потом я расскажу. Здравствуйте, я приветствую вас, я Трояна, Светлана Петровна. Я возглавляю направление в психологии, которое называется «Экология мысли». То есть мы говорим о том, что от человека зависит возможность быть здоровым. У человека есть ресурсы, возможности полюбить свое тело. И если он рассчитывает только на врача, только на целителя, то, конечно, все осложняется, человек не может восстановить свое здоровье. Мы бываем настолько разные, что человек, не задумываясь, начинает болеть только от своих мыслей. Если он говорит, не хочу видеть, не хочу видеть, что у нас еще разруха, не хочу видеть, что у нас еще не так все хорошо. Он теряет время. И можно сказать, я хочу видеть то, что мы со временем все восстановим и сделаем даже еще краше, потому что мы сильный, трудолюбивый народ. Поэтому для меня, как психолога, важно подсказать человеку, как изменить свою жизнь, как правильно сказать, что он был здоров. Только в Тахире огромное ему спасибо. Закатил нас всех собрать, чтобы мы обменялись опытом. Я только что прилетела из Нью-Йорка и в ночь этого же дня уже полетела в Душанбе. Меня зовут Ганита Викторна Лазутин. Когда я первый раз попробую эту методику? Вы смотрите, случайно, в 1992 году у нас была конференция на какой-то журналистике, где я работала. И вот в рамках этой конференции мой зубов Тахире поводил в Нью-Йорку. У меня к этому времени был очень сильный астерий, а дружеск, и не умела левая рука. Я вот сидела в зале, и пальцы ничего не чувствовали. Ночные боли были. В общем, это меня очень пригодило. Успокоили боли и нижнюю часть крестового позвоночника, и храмову даже иногда. Я узнала, что это остеохондроз. И сейчас я ходила лечиться. И вы знаете, очень долго мы исследовали, исследовали. Дали мне много таблицов, но там очень ничего не мог. И вот, когда я вышла на стену, я украла все равно там очень холодный съемок. Через 15 минут я почувствовала облегчение. Рука. Понимаете, сразу будет, как пальцы только и берут. Вот, и после этого, естественно, я к нему подошла и спросила, это пройдет навсегда? Он сказал, что навсегда это не пройдет. Надо закончиться по здоровью, надо следить за состоянием твоего мученика. И хотя бы раз в год, или лучше раз в полгода, проводить вот эти вот сеансы. Раз, два, три, четыре, пять, пять, щее, пять. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Значит, 100 за 150, если будет случайно. Вот нарушение функции печени есть, нарушение функции почки есть. Вот так нажимать, отпускать, если желтого цвета, желтый пузырь печени. Если сильновато это, если были они. Простые методики есть. Смотрите, я расслабился вот этим аппаратом, диагностировал Ковенловский больницу. Вот сейчас он будет стоять, посмотрите. Если левообращающий, данный орган изменит, изменит. Вот он, вот нервы и спокойны. Слух тоже есть проблемы, может чешется, может шум, может что-то есть. Зрение снижено. Зубы не то. Сердечко тоже проблемы с стеной кардерии. Ну, я не буду все там с ума здесь говорить. Вообще, простой методик, товарищи. Я даже этим аппаратом определяю травы, где что-то есть. А сейчас вас направляют 23 тысячи МРТ, там другое, другое, все. Меняться человек. Если вы будете знать, будете долго жить, сто лет. И вот то, что я вам дальше рассказываю, идите. Вот сейчас, ну, что-то не горит. Помощь. Первый. Вот горит, он живой красный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вам сказал уже, вот мои предназначения, как депутат, во всех школах школьники должны отвезти с собой. Мы только воде, в течение 5 часов, это вода. Не будет пить камень, не будет много проблем. Здесь, ну, там мы слушали, я на территории России, вот, многих больных конструкторов, многих других. По школам, если профилактически, в многих школах мы ходили, в школах много детей с зубами, анемия, листья. Если профилактических точей даем, это дети будут здоровы, в нации будут здоровы. А это люди не обращают на это внимания. Кто бы сказал, что деньги есть, деньги нет. Вот слушали, я когда Ромазон Абгалатевщин написал, что хочу внедрить, ну, он написал в министерство. Министерство народного образования, замминистры говорят, что от нас хотите? Чтобы народ был здоровым. Идите в Минздрав. Я говорю, в Минздрав больными работают. А здоровы начинались от школы с камерой. Просветительство. Да. Вот будущие медицины, это профилактические. И насчет воды поняли, да? Вот постоянно ночью встали, в туалет пошли, приходите, обязательно пейте воду. Он разбавляет, дает энергию превращаться. По воде не будут дальше говорить. Моя книжка будет скачать, пить. Так. Второй дыхательный. Ну, сейчас все встают из места, будем заниматься дыхательной гимнастикой. Хо-хо! 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 Основа человеческого организма состоит первое дыхание, потом вода. Человек рождается, сделает глубокий вдох, когда у него виды. Энергия превращается с одним видом на другую. Я когда космонавтов лечил, мне подарили книгу, ну, насчет космоса, связь с этим. Поэтому есть зона мертвых душ в космосе. Кто умер, ваши родственники, вы видите, связь, входите в свет. Поэтому сделаем вдох. Продерживаем дыхание, здесь 15 секунд. Польный вдох. И закрой нос. Не дышать. Оба. Оба надо. Надо по 10 раз, но я с вами по 2 раза сделаю. Кто может задерживать 1 минуту, тесто есть, его сердце здоровье. Вдох. 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 Вот я гипертоник, давление 200. Я этим занимаюсь, в мере давление снижается 150-140. Сахар снижается, если будете заниматься. Боли уходите. Вот сейчас кто-то здесь, она подошла, я говорю, 5 раз сделала дыхание. Говорит, легче становится. Второй. Насос. Надо 6-8 раз дыхание, один раз придох. Не бежим, башь. Ушел. Ушел. Ахтандуру мемец. Один защитник, кандидатский, докторский защитник. Ушел. Ушел. Тогда да, пускай доходят снижка. Ушел. Ушел. Людям так не показывают. Вот что сделал. Вдох. Руку поднимите, кто устал, то держите. До усталости. Ушел. 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 Веда Один днём хорошо дышит, другой вечером Вот это вдох, это в видах Это вдох, это в видах Чтобы чистить на сверху Нет, одну Вот так, видите Следующий Звук Вографрация Эмерии Эмерии Спасибо Это надо в школах делать, детям. Каждую переменную. В Китае делают, они делают динамическую гимнастику, не сидят. А эти сидят. Нет, надо учить. Я вообще сейчас меня везде приглашают. И Германия, и Иран, и все. Чтобы учить. Вот я работаю в Тадикстане, в деревне, в моей санатории находится. Приехал в Германии врач. Он у меня лечился и говорит, мне научи. Я его научил. Когда ушел, дополнительно еще тысячу долларов в карман положил. Мне кажется, у меня заплаты 15 тысяч евро врачей. В Германии. Когда я людям говорю, что с Германии пришел ко мне лечиться. Как это? Там так развита техника. Я говорю, техника на решение проблем со здоровьем. Правильно? Правильно. Вот я 25 лет в машине ездил. Однажды, когда поехал в сторону Курлявна, у нас дорога, в летом жарко. Я чуть-чуть уснул. Хорошо, что нормальное место у вас завышено. Потом дальше поехал, чуть три человека нет. Пристал уже ездить на машине. У меня сейчас машины нету. Последняя машина была ГАЗ-31. Разделили на куски. Сиденье сделал. Это качели. Остальные части я не сделал. Потому что когда в машине человек, все болезни начнется. Я средний час 5, 7, 10 километров хожу. Переборщить нельзя. Вот, по-моему, здесь в Москве один день я 21 километр ходил. Один сутки не мог оставаться с места. Потому что видится много молочной кислоты. Время нужно было в основе. Поэтому все в мире. Правильно? Да. В мире это нужно для организма, что нужно сделать. Упражнение для глаза. Это можно сидеть, сделать. Когда мы потеряем зрение, потом начинаем искать, где врач, где что. Все. Опять-таки зрение зависит от причины. Там, как видите, у кого у вас всех телефоны есть, там на трех языках моя система оздоровления написана. На русский, узбекский, английский. Можете снимать. И там написано, что сок. Морковный, свеклый, тиквенный сок. 10-15 дней каждый квартал будет теплить. Морковь остановит зрение. Значит, лучшая работа сердца. Свекла чистит кишечник. Камни вводят. Тиква другой. Там все написано, что вы делили. А сейчас 1 минуту глаза вверх. Тяните его так, держите. 1 минуту направо. 1 минуту вниз. 1 минуту вдальше. Вверх, направо, вниз, вдальше. Так, следующее. Надо вращать глаза по правой стороне. Вот такие движения. Потом наоборот. А сейчас светофор. Так, сейчас до 100 раз мега. Оба ладошки поставьте вот так. И опять делите органы под глазами. Здесь вы чувствуете, как сокращается группа ниже. Один, руку сюда, спереди. Один зато. В отечественном центре заднем. Сильно надавите. Один минуту делите. Сильно? Да, да. Перед глазами сейчас увидите, что листья летают. Что-то вот у меня там главное, две мышцы появляются. И второе. Так, моя методика уже. У нас по мере есть шашми-авж, родник, которые со всего мира приезжают. Люди 10 дней заходят в эту ванну и открытыми глазами стоят при пьяном. Все не могут туда поехать. Уже в течение более 10 лет я и в школах, в вузах, сейчас моя программа поддержала наше правительство. Буквально где-то в сентябре я был в Памире, 10 дней там провел. 10 дней в Харжанке, по школам, организациям. Людей учили. И возьмете воду вот так, открытыми глазами, будете держать 1-3 минуты. Потому что сухость, нехватка воды, много проблем с глазами появится. Сырую воду, да? Сырую воду. Под храном. Можете взять вечером дома маленький тазик, открытыми глазами, держать. Сейчас все около компьютера, телевизор. Сейчас не думают, завтра потеряют. Каждые 2 часа надо держать. Если дерево, вода не поступает, высохнет. И у человека тоже так. А сухость-то много болезней начинается. Так, раньше, если головные боли смочили, полотенце держали, головные боли прохлые. Легко получать воду. Когда не хватает, боли появится. Воздух и вода. Так, подвал, это мне есть вопросы по воде и по дыханию. А глаза прям в воду опускать надо, открытые? Да. Не, если бы, вот сейчас я пошел туда, в туалет, да, я взял просто крючок и держал. Понятно. Воза заходит, лучше я стану выпить. Понятно. Можно вопрос, вопрос, можно? Да, давайте. Я каждому, по моей программе, потом задаю вопрос, ответы. У нас по программе в дальнейшем еще, это, йога немножко, мантры йоги, я вам покажу. Потом смехотерапия, танцевальная терапия. И, так, ну, по траве буду говорить. А в конце, если хотите, алтигенитин рока, 10 минут, будете спать. Время есть? Для вас? Да, да, да. У меня вот такой вопрос, значит, вы слышали о методе Друзьяка? Нет. Там вот, где по содержанию кальция определяется качество воды. Нет, я это не знаю, потому что все знания человек не знают. Все, не все. Она сейчас задала вопрос насчет магии суха. Моя система есть один раз в неделю, 30-40 грамм магии суха. Разводите на литр воды, будет кипит, он хорошо. Но у вас тонус открывается, и джошник, и печень чистится. Вот, многие люди используют эту вещь. Вот, ваш вопрос. Там надо фотографировать, она же говорит. Сухоткария, сейчас. Пожалуйста. Не знаю, по теме это или нет, как вы относитесь к дюбажу? Есть такой метод очищения печени. Это то же самое, да? Вот, магния сульфата, это как раз дюбаж, да? Я один, она знает, один раз в саде, сейчас около 90 лет. Ну, мы всех, о чем нет, мы ходили вместе в бане, все-все. Он до сих пор больше 50 лет, когда я один раз консультировал, он термарный употребляет. Когда был у нас ранее, он не нашел ко мне, говорит, у тебя, наверное, дома есть. Когда, да, печень, в периодическом пути, честь, где очень хуже, все, много ваших проблем решаются. У кого есть вопросы еще? Как часто делаете телефон? Пожалуйста. Раз в неделю, а не сульфата. Так, у вас телефон есть? Как часто? Телефон. Есть. Видите, там, специально я там готовил, чтобы все снимали. Я здесь не могу, могу бумажку принести, сейчас. Там написано, один раз в неделю. У меня по системе ежедневно, еженедельно, ежемесячно, каждый квартал. Поняли? Вот по такой системе. Я много на территории России, которые люди авторитетные, меня иногда приглашают домой. Как заходишь в кухню виси, они для себя делят. Каждый день выйдет, для себя здоровье, что делать. Заработать рефлекс, он уже будет делать. Вот, например, я выпускаю замки, это камень и масло, 65 мкм. Здесь, кто мне знает, два таблетки каждый день употребляют. Там золото, кари, кальций, магний, все препараты есть. А у вас, когда не хватает, потом туда ходите, сюда ходите. Надо комбинировать вот это вещи сделать. Сейчас, пожалуйста. Как вы относитесь, Иван Павлович Неумулакин рекомендует содовый раствор? Вот ваше отношение. Гошонная, гошонная сода. Спасибо. Там газеты не смотрели, я на мой вокруг дружил, домой ходил. Здесь долго спорили иногда, все-все. О, правильно все. Я лично вот соду периодически принимаю. По моей рекомендации, каждый квартал 21 дня чайную ложку соду на 200 мл утро вечером у тепли. Я когда в реанимацию работал, без сознания больных доставили, мы определили кэши-ир, кислотно-шелочной равновесии, анализ. И ставили капельницу соду, декорбинат нафиг. Через 2-3 часа приходит в сознание. Кашель убирает сода. Один итальянский врач написал, что я онкологический больник, лечу только соду. Плизмы делят, ванны делят, там сода много-много есть. Много сейчас, куда что есть. Поэтому, на умываке, я от него тоже много хочется научиться. И перекс-водород, по перексам тоже расскажу, да, два слова. Вот перекс-водород раньше, люди не употребляют, только нарушено. Я когда дружил, многое долго, я член много советов по народной медицине, и на умываке мне сказали, я даже капель внутривенную делаю, это делаю. Я в Таджикстан приехал, напишу, вам надо пить по 10-20 капель, а аптекарь говорит, это врач дурак, что ли. Нельзя, там написано наружно. А сейчас уже поняли, в некотором такой схеме есть капель до 40 и обратно. Я просто сделал 10 капель, добавляю, что он от себя вырабатывает атомат и кислород. Много ваших проблем, просто 1-2 капелька решаются ваши проблемы. Вот я, например, сейчас на себе вот, ферекс-водород, это делю работу, у меня боли, я просто расстреляю боли в работе. Никто это еще не знает. Боли снимают хорошо, отеки снимают. Потому что, что оно поступает через кожу, там восстановится местная вещь. Это все открытые, которые на себе делят вот эти вещи. Да, пожалуйста. У меня вот какой вопрос, доктор. Сейчас большое внимание удирается лечению онкологических болей. Но есть не менее серьезная вещь, это кисты. Кисты сейчас у очень многих людей помнились, на почках, на других органах. Есть ли у вас какие-то методы борьбы с кистами? Вот это вот вопрос, который меня давно интересует. Так, я один секрет, скажи, сейчас я на меня, на получение Ногуловской кремии. Я разработал, в эфире уже сделал. Там есть замч. Видите, немножко, нет, там другой там. Замч. Это принеси, пожалуйста. Скажи этому. Да, это камень и масло, но разные отличаются. Я его сделал анализ, а сейчас я что вам дам, спектральный анализ. 65 макро-микроэлементов в России. Да, вот это замч убирает киста, киста забирается в воду, без суши. Да, потом замч очень хорошо приятный геморовое кровотечение. Там у нас и брошюра есть. Замч. Вот. Зайдете, напишите в интернет, что здесь написано, что 4 тысячи лет пользуются первые мировые практики доктора, как вы, делая таблетерную форму. Это дозирование формы. Так, вот фирур, вот здесь другой препарат, пожалуйста. Вот этим препаратом я более 15 лет работаю на территории России, делаю научную работу с онкологами. И более 3 тысячи больных, которые имели разные онкологические заболевания, сочетание еще добавили к алиосеев и что там еще другое дополнительно, много вызревались. Фирур обладает антиокуполем, антиперазитальным, антиэпилептическим, амоложенным свойствам. Когда был ковид, у меня все закупили, я буквально на днях немножко начал выпускать. Если кто-то среди вас есть бизнесмен и не хотят, кладевать, выпускать деньги, зарабатывать, пожалуйста. Мне большие деньги не нужно. А сколько? А? Сколько? Сколько, хотя бы количество нудей, говорю. Ну, где-то что выпустил, 50 тысяч долларов сейчас достаточно, что выпустил, мало пока не нужно. Когда-то мне 50 миллионов долларов предлагали, ну, по маленьким процентам, что я взял кредит. Еще подумал, что я возьму. Каждый день буду считать, если умирает. Потом пошел, говорю, ваши деньги мне не нужно. Вот смотрите, сейчас я анализировал, многие люди берут кредиты, не могут свое время сдавать, у них сахарная диабетка, кредит, смерть. Надо подумать прежде чем, потому что деньги, много проблем создают. Я, как Кашкоровский ездил, весь Россия проводил сеансы. В Тюмени закрепли специальный вертолет, сорнул в других местах, мы, это... В общем, когда заболел, я о деньги не думал больше. И без денег можно жить. Поняли, да? В этом участке каждый говорит, ох, у меня деньги. Деньги что буду делать? Я один пример вам скажу, у нас на одной деревне, Мачинской районе есть. Я когда-то ездил туда, деньги не трудно, после войны у нас вошли. Ну, Аксакали собирались, сказали, сколько вас прием, что... Я говорю, 10 рублей. 10 рублей, 15 килограмм карточка, там 4 килограмма ореха. В общем, я не делал, там, принимал, 3 тонны карточки, уже 200 килограмм ореха, 150. Карточки в больницу отдал, это грузин пришел. Деньги же не можешь кушать, а ореху можно кушать. Можно бартером работать, в разных направлениях. Давайте, что вы видите, я вам по плану с вами рассказываю, чтобы не прикручиться. Вот смотрите, вот эти два препарата... А этот можно поменять? Будете потом сам поменять. Я понемножку принес, мне сказали, здесь нельзя продавать. Да, это ваши проблемы. У меня единственное, вот эти препараты на Тверске, 12 стояли, 7 продают. Ну, чуть-чуть они северку дают. А кто бизнесом занимается? Вот в Вьетнаму один бизнес, Россия 9, он в ресторане. У меня купил по 20 долларов, продавал по 200 долларов в Вьетнаме. 90 тысяч долларов заработал. Я говорю, почему долларов не продаешь? Он говорит, какое твое дело? Вот бизнесмены как? Оттуда берут, туда приходят все это дело. Германия сто долларов продавала. Я разработал много. То, что нужно организму человека восстановить. Спасибо. Так, дальше пойдем, да? По системе. Давайте все встать вместе. Вот смотрите, у человека есть сент-чакра. Вот здесь, здесь, на голове, над грудью, над животом. У нас больше энергии находится, выходит в животе и половине органы. Когда мы можем поднимать энергию вверх, с Богом. Все равно нас сверху все регулируют. Правильно? Связь. Весь становится, у нас называется суфи. Вы можете себя регулировать. Не каждый вещь покушать или что-то делать, зависть, все с этим. Я трижды учился в Индии. Вообще я 200 тысяч долларов расходовал на учебу по всем странам ездить, научиться. А так без знания ничего не можете делать. Слово Ом. Мантра бессмертия называется в Индии вот так. Мантра бессмертия. Мантра бессмертия. Мантра бессмертия. Большое слово у него. 90 лет. Блестящий. Араха. Опять я говорю, что все болезни впечатляют. Здесь христианство нормально было. Ах, когда будут говорили, вот. Ах, 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 ах. Ах, ах. Ах, 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 ах. Арахам. Арахам. А что оно переводится? Ну, оно переводится. Это мантры индийские. То, что мне научили, я вас учу. Вот это все. Следующее слово ЛАМ. У кого геморрой, простатит, проблема, то, что надо. ЛАМ, ЛАМ, ЛАМ. ЛАМ, ЛАМ. ЛАМ, 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 ЛАМ. ЛАМ, 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 ЛАМ. А, 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 а! У-ême! У-уг- вы! Прошу! ЛАМ. ЛАМ. Следующее упражнение у кого… Проблемы с очками — звук У! Одним тембром. Насколькоилось reveraturное состояние модели. Делительный не нужен наделительный. Оууууууууууу Чтобы гады отошли из южных плодов слово я. Я, 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 я! Давайте друг друга поверачивайтесь, кто с кем рядом, вот таксирует, едвае поверачивайтесь, кальчик, уберитесь, куда, мы стоим, да, файл, 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 файл. Файл, 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 файл. Файл, 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 файл. Файл, 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 файл Я лечу именно, не лечу, а учу быть здоровым. Вот эта женщина тоже 10 дней, я, конечно, лечил свой метод, комплексный, различный подход и учил дальше, как жить, потому что за 10 дней онкология нельзя лечить. А вот этой женщине поставили диагноз рак молочной железы в третьей степени. Не поверив, женщина поехала в Москву, но и там анализы показали наличие столь страшной болезни. И мало того, оперировать тоже было уже поздно. Семья больной собралась продавать все, квартиру, частный дом, машину, дабы спасти мать от рук неизлечимой болезни. Продажа шла очень медленно, а времени становилось все меньше и меньше. Как оказалось, по воле Всевышнего ей было суждено встретиться с народным целителем, молодым кором Кахири. И всего 10-дневный начальный курс его лечения уже значительно сказался во здоровье женщины. Сколько там-то прошли, семья там-то была, потом чуть-чуть недели прошло, и у меня сознание, первую очередь, увеличилось сознание. Я стала спокойной. Я знала, что у меня что-то что-то ждет, все равно будет. Вот это улучшение, вот это встретить меня упало. Ха-ха-ха, там ничего сложного нету после-то выхода. Да. Да, ну там, наскольки, где он заряд по вскоре подъехал. Если и поскольку тоже нету, потому что это поздно стадия, то, чтобы не по-диджею, Согласитесь, по словам этой женщины, с ней произошло настоящее чудо. Простая методика лечения на травах, правильное питание и самое главное – желание жить. Именно последнее является основой любого лечения, уверен доктор Тахириев. Он один из тех, кто бережно сохраняет наследие гениальных ценителей прошлого, прежде всего Алицена. В последние годы большое внимание медиков приобреты препараты, воссозданные доктором Тахириев, Фейрула и Самыч. Эти препараты оказались эффективными в большей части случаев профилактического лечения таких заболеваний, как диабет, доброкачественные опухоли женской и мужской половой сферы. В онтологическом революционном центре города Санкт-Петербурга препараты Фейрула и Самыч используются на профилактическом этапе у больных с узлокачественными опухолями. Отмечалось улучшение качества жизни больных, более быстрая нормализация праведворения иммунитета. Вот в комплексе я многим больным помогаю, потому что если сам человек захочет, можно любому человеку помочь. Если не хочет, никто не поможет. Вот у меня такой принцип. Поэтому есть такой сайт, домашний доктор, там зайдете, написано, значит, 19 человек, которые мир признавал, то, что академический медицина, я тоже туда пошел. Поэтому у меня принцип не лечить, а учить в виде здоровья. Поэтому какая страна меня приглашает, я вот здесь тоже читал много лекций, больше 20 по медицинским организациям, вузам, вот даже в Каспийске врачам 90 человек собирались. В том, что есть книга сейчас, ошибки в медицинном опыте селитель. Потом вышла книга, называется «Врачи-заложник смерти». Врачи умирают на 10-20 лет раньше своих пациентов. Врачи вроде все знают, но он тоже не делает. У нас есть у всех болезнь лекций. А чтобы быть здоровым, всегда это движение, питание нормальное, общение. Уже 11 лет, в прошлом году я был домой, в Гросселе, и я от него уже опять что-то научился. Она говорит, у меня иногда бывает упадок сел, я делю кризму с кофе. Вот по этой системе она работает. Уже 11 лет жива-здорова, а то они хотели продавать, поехать, операцию делать, что-то сделать. Так, по поводу второй, ну, вы видели, вот этот препарат у меня здесь официально зарегистрировано в Россию, в гнездо питания пришел, как пищевой добавка. Вот фирурла – это трава, которой при Союзе 7 человек защитили диссертацию, научно доказано, антипаразитарный, антиокколит, противовирусный, омолаживая свойствами. А зам, я уже вам сказал, это каменемасло, составе 65 макрониколеми, там все составы, там наверху, все есть. Союзе 7 человек защитили диссертацию, а за несколько дней, за несколько дней, совершенно другое состояние. Невероятная красота воды, полный воздух, подопады, лучи, чистейшая вода, которые можно пить, которые можно пролывать в ламзах, которые можно улыбаться. Удивительные растения, очень много вокруг бойников, левера, милина, трехлёвки. Есть растения, которые находятся в красной книге, такие, как и вишни. Для фитофорабетика здесь пустая. Здесь очень-очень богатая природа и всему есть на здоровых печалях. Хочется здесь быть все время. Приглашаю всех уехать, уехать, уехать на лимоно 50-й парчевский метод, и лишать любого воздуха и стать поможем. Вот по поводу санатория. У меня санатория работает сезонно. 21 марта у нас наурус, день и ночь одинаковые. Рассветают все деревья. Там очень красота и запах. Альмати-терапия – природное происхождение. Много травы, все вот это восстанавливается организм. В том числе часто много будет задавать вопрос. Вот эта женщина, она сама врач-инфекционист, ревела просто как саппарат. 85 лет в Санкт-Петербурге, женщина, его муж, герой Советского Союза, она подошла с синей мышцами. Я говорю, может, она умрет, не проблема будет здесь. Но они два часа подошли и сказали, нам хорошо. Я им кое-что рекомендовал. И они восстановили свое здоровье. Первое, что это воздух, вода, движение. Там родники есть очень хорошо, как пусковецкие лечить почки в этом плане. А сейчас я немножко буду, если есть вопросы, буду отвечать. Если нет, буду про трава говорить сейчас. По травам. Как Вы относитесь к такому... Сейчас очень модно употреблять витамин D3. Его прописывают абсолютно всем. Есть такие представления, что он якобы может предотвращать рак или наоборот, ну как бы способствовать ему. Короче, вот что Вы думаете по поводу постоянного употребления? Все умерли. Это полезно. Да, а инъекция витамина D3. Человек умер. Да. Как-то переборщит все в норме месяца. Я просто Вам скажу, в России, вот, например, я когда здесь чаи поставлял, у нас на ООО 153-минги, сказали, чем отличаются торгиевские правы от российских. Я говорю, во-первых, у Вас постоянно нехватка солнечной энергии, во-вторых, довольно-таки много смевают микроэлементы, а у нас эффект у нас больше. Тогда чаи здесь продавали по 10 рублей российские, мою по 150. Эффект очень хороший. Вот Вы берете огурцы или помидоры. С этой земли, с этой, с другой земли, все равно от состава земли могут зависеть. Я написал много книг, научить сохранить здоровье, лечиться песком. Вот, например, одна женщина, ну, в Бедне живет, все лекарства находятся на природе. Я дам фиферрола два груди, ну, семья, средствами имеют. Я говорю, вот возьмем, у меня в аптеке будут вот такие, это, песок красный, голубой и белый. Один столовую ложку, значит, утром. Сюда кипяток, растворяешь, воду будешь пить, а глину будешь смазать. Обед красный, вечером голубой глина. Ну, это продается. Через два недели все прошло. Все лекарства нужно искать на земле. Ну, единственное, энергетки не хватает. Вот, когда мы ездили в Индии учиться, Сергей Безрухов с нами ездил, Багиров, ну, сто человек мы ездили в Индии учиться. Вот, один человек, ну, богатый, его сын, ну, занимался наркотиками. Он мне закрыт, говорит, забери, там можешь гипнот сделать. Мы поехали, абсолютно там у него ломки не было, потому что солнце, окружающие, все. Иногда климат, человек меняет, здоровье нормализуется. Вот, поэтому надо периодически входить в лесу, где-то в других местах общение с пирогом. Общение много дают. Вот, например, каждый день у меня дерево есть. Барни 10 минут обнимают, а дерево получать не будем. А дерево какое? Тополь есть, абрикос есть. Там много-много. Ну, когда придете, посмотрите. Недорого. Сейчас рано будете задавать вопрос. Всего 400 долларов в 10 дней. Я здесь в гостинстве на ВВЖ, каждый мой платит 50 долларов. И питание, ничего, только проживание. Там лечение, питание, проживание. Еще я вас буду учить бесплатно. Будете все народными целителями. Так, вопросы есть? Еще один вопрос. Я вот хотел вас спросить, как вы относитесь к пчелам медоносным и вот к меду? Так, в общем, смотрите, самые хорошие лекарства – это мед. Потому что я даже занимался предсоюзом еще пчелеужаливанием. Взяли больных, поставили. Ну, я на тренировке свой санаторий тоже привез, вот так как временно сезон не работает, земля не смотрели все угли. Надо смотреть, какой миод, откуда вы получаете. Я, например, там в моем методе написано 1 столовая ложка или 1 чайная ложка, 2-3 раза мьют. Я абсолютно сахар простым 10-15 лет не употребляю. Половина в магазинах шоколадки, конфеты, я вот с этим аппаратом смотрю, нельзя их употреблять. Различные все. И сейчас, чтобы деньги сделать, вот курицы делают, какие-то уколы, все-все, вот такие это мечты ничего вам не дают. Надо натурально то, что есть. Жить по законам природы, будьте долго жить. Так, несколько слов скажу, от первого раз начали говорить. Абрикос, вы все знаете, урюк. Так, вообще у меня, можете себе записать, у меня 82-го года рецепт есть. Ну, я, мои статьи, аргументы, факты, были бабушинские рецепты, журнал, предупреждение, книги мои изданы здесь. Так, взять надо 50 грамм, курюка, 50 грамм шиповника, 50 грамм боярышника, 1 столовая ложка смена маковой. Налитый в воде кипятит, 100 грамм пить. У вас сердце будет работать, как нормальный матрон. Не нужно кардиомагии, вам пананген, аспаркан, все. Еще раз повторю, 50 грамм курюк, 50 грамм боярышник, 50 грамм шиповника, 1 столовая ложка моркови смена. От него делят до укорин, лекарство такое. Да. Дальше, насчет урюка. Вы косточки бьете, употребляете? Вот надо, ну, бабушки за рецепты, тогда мне подарили все свои газеты, номера. Одна написала, что она каждый день подвела косточки, месяцев употребляя, как таблетки. У него сердце расстановится. Косточки. Там сверху, когда косточки, сверху есть оболочка. У нас, когда были, ну, во время войны, другие вещи, люди даже мука не были, от этого делили лепешки и употребляли. Один из Таджикистана привез сюда, ну, это концернный комбинат, как мусор в Россию. Он головы соображал, а там очень много кальция. Привез, бросил, компания кофе продавал за 60 тысяч долларов. Они с кофе разбавились, кто это кофе пьет, синий, там натуральный кальций. Я начал искать, даже в Америке от этого делят, у нас мусор выбрасывают. Кальций выбрасывают, продают 80 долларов, вот такой, как вот этот есть. Поэтому, если человек имеет знания, он может себя защитить, долго жить. Дальше, перик, персик. Знаете, персика вообще? Вот, когда мне заказали с Таджикистану привезти лист персиковый, здесь и пускают Алексин, если кто-то принимал. Так, был больной, его звали Олег, он заболел рак, один народный целитель, от него делал асвард, дал, он вызывается. И сейчас Алексин продают. Здесь, в аптеках, помещали ему лист, лист, персиковый лист. Персиковый лист, а персиковый лист? Не, Алексин называется. А, Алексин, да, но раньше продавались по 500 рублей, я не знаю, лет 10 назад знакомо. Так, ореховый лист, вот, например, я чай делил из лист персика и ореха, как есть таком, очень хорошо выводит. Грецкий орех, у нас только грецкий орех есть. Так, тетовник, знаете, тетовник, щелковицкий? Вот, у нас в Таджикистане один, ну, я его Мичурим назвал, он сделал присадку, именно хлопок взял с, тетовником, соединил, над нервом тетовником выше хлопок. Видите, и кокона тоже получается, как хлопок. Вот этот человек делает, но его не поддерживают, потому что, если на все делаются, то будет хлопок. В мире можно много, можно что-то сделать, получать. Поэтому щелковица в листе используется при сахарном диабете, при сахарном диабете. Очень хорошо при различных заболеваниях печени. Люди употребляют. Например, у нас долгождители всегда, у нас же сахар такой не будет, именно щелковицу, орех, постоянно у них проакционный будет. Но злоупотреблять не нужно. Вот я в течение последних два года балансировка делаю. Сейчас, где я сейчас живу, но где я бываю с собой, у меня постоянно есть. Грецкий орех, два, три штуки употребляют. Миндаль, хурма, как называется? Так и называется хурма. Хурма, хурма, хурма. Миндаль или хурма? Нет. Бузок, веоми, флюшатку, хурма, а хорже мы берем майда-майда. Чьи? А, ванне, джигиданин? Феник, феник, феник. Это феник. Феник, да, он очень много в составе, йода есть, все есть. И тиквенные семечки. Там очень много синька, один столовый ложка. И урюк, 4-5, что я бросаю, кипяток, утро, все. Когда вы научитесь балансировкой питания, все ваши проблемы решатся. Вы не будете ходить, не даете лекарства, туда-сюда. Поэтому надо людей учить, чтобы они долго жили, не болели. Как вы относитесь к овсу? Вы сказали, вы видите, лоярочник, все грампши, полника, семена, моркови. А чем? Кипятком. Летер воды добавляйте, и будете кипятить, будет комфортно. Поняли? А к овсяной каше как вы относитесь? К геркулесу? Хорошо отношусь. Даня, давайте, смотрите, вот у вас у многих проблем с носовым ходом. Я свой практик вам расскажу. Вот как это я со Новосибирска, поехал в Тадикстан, не могу дышать, поехал в больницу, сказали, медсестра ушла операционную, давайте завтра будем. Вообще, дышать сложно, человек уже готовый на все. Я пришел, книга беру, не читал, взял лук, вот это, кунжука чистый, когда начали кипятить здесь вода, бросил 5 минут за кипит, это лук. Взял, разрезал на мелькие куски и смешивал масло и на оба носа реталка, до конца умеренос. Хочется я дышать, а то все выше, мне легче стало дышать. Три дня сделал без операции нормально, сейчас у меня более 3000 больных, у кого был ринит, гаймарит, вот здесь слезной канал входит в нож, слезотечение ставят, лук обладает рассасывающим эффектом. Просто один лук, а то пойдет и потом, здесь прокур, где-нибудь, один вот врачи, у нас фрункозий, различные другие, просто взяли печеные лук, или врачатый. Будьте кипятить, кипятить 5 минут. Вот это, так. Так, для всех вам, вот, то, что я себе делю, чтобы вы сами тоже помните, из моей практики, я не буду жену ждать, детей ждать, что они меня придут. Вы должны сами, вот, хотите 100 лет жить, вы сами должны двигать, сами себе готовы. Возьмете один столовик, большую ложку, льон, сюда, сверху, кипяток оставите, до утра он как кисель будет. Будьте пить, все льоны. Он хорошо чистит почки и суставы проходят боли. Вот сейчас некоторые здесь задавали вопрос, но только не один-два дня, один месяц надо употреблять. Я сейчас выпускаю кашу для вашего деньги, надо куда влачить. Значит, в составе этой каши имеется льон, отрубы пшеничные и мука кукурузная. Вот много больниц, псориазм, все, я говорю, ничего не кушают. Вот 10 дней вода пей, вот эта каша приходит, кожа чистая уже. От нашей пищи много зависит. Надо внедрить, если мы любим свой народ, не надо деньгам, все равно деньги, я вам сказал, для 100 миллионов не мыть деньги. И на праку все это ушли. Когда заболешь, ни жена не нужно будет, ни деньги не нужно будет, только от себя будешь думать, как держит этого. Так, значит, и укроп, семена укроп. У вас вы у себя всегда держитесь. Тоже столовая ложка, туда он, как начинает пить, живот уходит. газы уходит. Вот маленькие детям укроп не вода дают. И у меня много друзей вот такими животами ходят. Я говорю, месяц попьешь, потом придешь. Потом договоримся. А приходит, говорит, все хорошо. Я говорю, ресторан не пойду. Потому что я часто говорю, меня везде приглашают. Когда пойдешь много кушать, правильно? Это вот так и придешь заболеешь. Я вам из практики скажу. Вот когда я работал на реанимации, больной поступил, они спорили, он 100 мантис съел. 100 мантис? Сам отдал от утра нестан, обед пополам, вечером врагов. Но я принимался дежуре, вечером они несут много на грунт, вечером рычал. Так, ну, примеров очень много, поэтому людей надо учить. Вот это простое, то, что я вам рассказывал, будете делать, все. И наш сейчас смехотерапия. Смеяться можете? Да. Вот я написал книгу, вот, у меня смехотерапия в этих книгах есть. Смех продлевает жизнь. Все равно вы будете плачать, будете так, лучше будете смеяться, говно не вырабатывать. И автоматически много вашей болезни уходит. Матан Катария в Индии. Помните? Это фантастически. А, мой правный. Я тоже это делаю. Вот смотрите, я А вы знаете, это энергия И эта энергия дает вам молодость, здоровье и красоту Мне первые 77 с каждым поделюсь Все прет Спасибо, Хуршиге, за это событие За то, что у нас Авиценна сегодня через несколько тысяч лет появился Благодарю Вот, смотрите, я просто, когда главврачом работал Одну женщину перевели, она плачет, хочет ли холика Я его просто гипноз сделал, говорю, сейчас будешь 4 до 5, будешь смеяться И она, ха-ха-ха-ха Я говорю, как? Боль есть, нет? Боль прошел Центр смеха есть, центр слезы есть, центр эрекции есть Понимаете, все это? Вот я здесь написал книгу «Секс от репрессии» Есть больные, которые только сексом лечатся У меня в практике, я учился везде, в Питере Много разных, ну, патологии различные, все есть Вот привела бабушка свою внука, 9 лет Он на занятии сидит, занимается организмом Первый ряд учительницы впереди, у него сперва выполнена на его юбке А его как лечить? Через психику, через сознание Ясно? Ясно Все Так, давайте, если есть вопросы Можно Танцевать будете или нет? Будем Вопрос есть Так, есть ли вопросы? Можно вопрос? У вас первая специальность кардиолога, вам сказали Вопрос какой? Вы тахикардии, какой метод вы это? Что вы предлагаете? Смотрите, тахикардия, я много, в анимации работа, прохладная тахикардия есть Нарушения экстрасистрии есть Различные Я сейчас вам давал дыхательную гимнастику, вот рецепт, который давал Можно дыхательную гимнастику восстановить Мы, ну, там капельсы ставили, различные препараты Я почему переключился на психотерапию? После инфаркта много больных, два шага, девять, я умирал Страх Вот поэтому я их ввел в состояние гипноза, внушал Вот так, как монитор, 10 больных мониторит Я их в состоянии гипноза Потом беру отдыхать на берегу, море все И давление нормальное, и дыхание А потом, ну, это как наука, когда у вас несчастный случай Вроде человек спит, сразу давление, так сказать Вовремя сна, много людей умирают Происходит реакция Как не спится, вы должны вставать, ходить, двигаться, танцевать, движением заниматься А если будете сидеть, голова работает, химическая реакция И внезапно остановка дыхания смертью Поняли, да? В рецепте я вам сказал, дыхательная гимнастика А просто какой-нибудь метод для предотвращения тахикадзи Вот тахикадзи, что можно сделать? Дышите Я же сказал, дыхательная гимнастика Надавливание на глазные яблоки, на точки различные Я сейчас упражнение, у меня вообще Время на полтора часа, я немножко в другое направление с вами разговариваю Некоторые упражнения физически тоже покажу Что вы занимались А потом чуть-чуть аутогенная тренировка Что вы сами себе могли успокоить Давайте встаньте все, некоторые упражнения Там сто упражнений есть Я вам пять-шесть упражнений покажу Вот смотрите, сейчас много, если не пришли Прясница, все, все Вот руки так держите И если отбойте сто раз Вот такие движения Красиво Вы сначала делите Вот что дает И сами скажите Сколько тебе? Сколько тебе? Сколько тебе? Сколько тебе? Да Да Достившихся Точно Своих завяжших Ну, отесты начинаете Я, например, в среднем 50 раз делю Дальше Мы все неправили спин Когда подверь, позвоночник получается Вот группы, ниже пупка держите Вот себе поднимите вверх Раз Выщая пупка поставь Два Лещи груди Три Раз Два Три Что дает? Позвоночник подойдет На место заходит У вас проблемы сейчас У меня сейчас Корт грустный Дальше Поняли? У кого? У кого? Больное позвоночник Помогает? Очень хорошо Понятно Астерохондроз? Все Все Хорошо Помогает Я выпускал Крем Харангет Сейчас Он тоже Будет Мазать Хорошее питание Все Все равно Вы должны Дальше Мы никому Не нужно Каждый Пальше Дальше Дальше Много Вы говорите Колени Вот так Держите Десять раз На право На швейне Плечь Да? Десять раз Налево Десять раз Вперед Назад Научение Нарушение Именно На суставах Вот так Надо Как Как Не понятно Гейша Гейша Походка Гейша Нормально Понятно На внешней На внешней Есть Носочек Кремен Носочек Перепиши текст. Так, учили осахондроз. На право, на лево, на лево. У кого? Штавитка. Я некоторые украины сейчас... Значит, как были медведь. Еблочко по тарелочке. Ну, иногда головокоружение может остановиться. Так, следующее. Давайте вот так. Утром надо сильно вот так наделать. Сильно наделать. И между пальчиками. Кром кричать. Ха-хау! АПЛОДИСМЕНТЫ Это в Ваде хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Держите 10 раз вперед. 10 раз назад. Здравствуйте. Вот так держите. И наши старушки вот так начали делать и отверстили. Как держать. Массажь головы. АПЛОДИСМЕНТЫ Прическу попортим. 10 раз впереди назад. Молодцы видят. Ха-ха! Ха-ха! Это обычно женщины думают. А за ушками там, да, надо? За ушками заканчиваем, да? Нет, вот так уже делается. Так, с годами мышцы высыхают, живать больше 3 минуты нельзя. Своим внукам, детям раскидывать. И вот украинский рот налево-направо, всё. Поворачивайте язык вверх у него. У кого лагерный рот, кто-то меня спрашивал. И золото. Надо, как собака воду пьёт. Я думаю, я обрабатываю. Здесь сразу идёт сокращение всех руководителей. Блестяне. Для укрепления волос, кто нужно? Что нужно делать? Вообще, смотрите. Вообще, смотрите. Я, например, вот у нас в санаторию, мы отдаём первое наше блюдо из наших растений. Всё. Поэтому сезонно работаем. Там по дороге есть, крапива есть. Для волос есть шампунь с крапивой, да? Вот наши женщины предки как? Один раз, неделю-два раз мыли голову, один раз мыло. Один раз чехиром смазывали всё это. Но можно, если выпадение, взять лук, растирание сделать. На месте всё. Перец всё можно растирание сделать. Но здесь много. В чистом виде? Да. Можно я это на слово скажу? У меня был случай, когда волосы просто стали падать. Вот так, что утром я вставала, потому что все в волосах. Я знаете, что сделала? Натирала лук на тёрке и делала маску на тёрке. Кашицы, кашицы. Да, прям кашицы прямо всю голову. Надевала до целых шашек. Держала час, полчаса, сколько могла. Видите, сколько я сейчас могу? В космосе, впрочем, один космонавт, когда он организовывал моё творческий вечер, помните? Захар, с космоса он говорит, «Привет, я в замшу в космос». Это по поводу замши. Да. Мне кажется, можно этому поаплодировать на самом деле. Не каждому человеку передают привет из космоса. Спасибо. Всем мужчинам, чтобы вырабатываться сперматозоиды, я написал книгу лечения бесплодия. Ну, сексотерапия бесплодия. Надо здесь свиной жир используется, сало. Вот в Таджикстане много сала не пользуется, барани не жир. Бьёшь килограмм савелья, разведываешь на куски, ну, там, что-то сделаешь. Каждый утром 25 грамм. Жирик. Сейчас вопрос, как снижать холестерин. Холестерин нужно организму. Если холестерина нет, то сперма не вырабатывается. Второй. Есть фасоль красный. От него делят лекарство, называется «Сфермоактив». Продается 5 тысяч. А фасоль стоит 200 рублей. Возьмёте килограмм по 40. И вот эти кусочки вместе будут принимать активность в сперматозоиде. Обещать. Варить ел надо? Варить. Варить. Так. Вопросы. А штатка здоровья, как продать таким образом? И на паузу отдалить? Вот смотрите. Я когда-то в институте Питера был. Ну, конгресс по онкологии. Так. Максим Миколайзов выступил. Я ему задал вопрос. Ваши больные занимаются сексом и любовью? Он сразу говорит. Вот тема докторских. Кто хочет делать? Любовь продлевает жизнь. Он начал говорить. Кто скажет, что такое любовь? Гармония счастья. А? Я скажу так, как я понимаю. Гармония счастья. Человек сначала должен уважать тебя. Да. Должен уважать. Иметь чувство уважения вообще. Это великое чувство. Это тоже, получается, и генетическое воспитание. Второе. Что человек должен обязательно быть творческий создатель. Он должен иметь дело с природой. Я в своей жизни построил два дома. Один в Ереване, другой в Подмосковье. Оба трехэтажные, крупные. Вот, например, участок, где мой участок, моя даша, там 353 участка. Мой дом номер один. Номер один. Почему? Потому что фундаментальное я сделал. Самое главное, кто переходил порог моего, моей территории. Моя территория называется территория свободы и любви. А я их угощаю. Не могу я без угощения никого принимать. И вот так в моей семье, так и эта традиция. Потом у нас есть простая такая привычка. Гости, когда приезжают, мой дед говорит, мой дед со стороны матери национальный герой, по усилу царя Николая II. В общем-то, рон такой непростой. Они провожали их до последней пороги. До последней пороги. Потому что дом был, потом территория, а потом самая большая порога. Это не традиция, это для нас привычка. Скорее всего, это естественное состояние. Все это называется любовь. В общем, смотрите, когда человек любой природы любит, животных любит, от любви что-то делится пьяно. Я иногда прихожу, если жена злая, а в рано не будет кушать. Потому что твоей энергией в меня вызывает болезнь. Когда повара, другие плохие настроения, не нужно там заходить и кушать. Это энергетика. Энергия передается. И для смеха расскажу про любовь. Так многое. В моей книге там большой. Традиции. Вот я, например, сейчас изучаю мусульманский мир. Они неправильно пытаются. Неправильно все. Если их президент имени будут слушать, я могу продлевать их жизнь. Я на себе много делаю. Вот, например, когда в Дагестане работал на свадок. Пятнадцать видов у людей ставят. У многих пациентов, которые ко мне приходят, из десяти восьмин этих желчных пузырях. Это же обычаи. Надо поменять эти обычаи. Что полезно. Японцы слушали своих ученых. Приделили кухню и различные все. И для смеха, и для любовь это энергия. Я написал, любовь это электрический ток, который проходит от головы до ног. Останавливается на те точки, где рождаются сыночки и дочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, доктор, с чем связано такое многократное повышение числа онкобольных в наше время? Во-первых, вот это телефон. Телефон. Так, машины. Сейчас в Москве более 5 миллионов, наверное, машин есть. Каждый день все это. Я почему? Город, ну, красивый все это. Но это красота не поправляет здоровье. Это дома не поправляет здоровье. Я когда приехал в Касинский метрополь за ночь, платил 300 долларов за ночь. Мне лучше на вот такой полу где-то жить на природе, под деревом, под этой эффективность больше. А так у меня такая квартира. Вот я древнюю люблю Россию. Многих, которые приглашают простые люди, древние люди. И у них ваня есть. И все есть. Все, все. А одни, которые чуть-чуть имеют деньги, нос вверху. У меня книга есть «100 болезней лечения». Это болезни взаимоотношений людей. Ненависть. Плохие информации, различные все. Это можно воспитать людей к этому. Плохие слова – это все раздражители. Вот онкология – это пища. Много продукции, которые… Поэтому, кто приходит, вот по наумывательным сказали, он тоже многим онкологическим рекомендовал. Они поехали в лесу три месяца. Здесь сказали, что через месяц умрешь. Там написано, что в течение суток принимать килограмм рубки овощей. И это больной, как мне сказали, с раком. Сказали мне, в месяц умрешь, а я уже 15 лет. Он живет, но да, конгресс еще у нас выступил. Поэтому все то, что на природе есть, надо употреблять. Ходить. А то, что там красиво обмажено, все они не напользуют. Просто да. А вы знакомы с таким выражением «валеология»? Чуть-чуть знакомы. Валеология. А вот это все, что вы сегодня рассказали, любовь к жизни, к природе, это и есть «валеология». Вот то, что вы несете, это и есть. Любовь к окружающей среде. Вот смотрите. Она вот этот вопрос навала. Там много онкологических больных. Когда начали влюбляться, болезнь исчез. Прошел все. Это любовь, уважение к человеку, уважение. Вот у нас, ну вот здесь, у нас все, все равно меняться никак. Так, я зашел, так, электрическую. Два старика. Ну, видно, что они все. Сидят два молодые девушки. Стар, бабушка, пускай сядет, наверное, с ним 70-80 лет. Они никакой реакции, ничего нет. Потом между собой, оказывается, они в Таджикистане живут. Как хорошо, в Таджикистане говорят. Как зайдешь в сад. И сдам. Сразу? Вместе туда. Потом я в саду говорю, извините, я таджикистанец. А что я сказал, уважение к человеку? Ну, надо воспитать. Если не будем воспитать, уважения нету. Протом любовь не будет к этому. Да. Вот это все. Правильно. 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 Поэтому надо в старшем случае от разных опыт набирать, что-то сделать. Ну, мы не знаем. У него сегодня один миллион. Миллион. Я, честно говоря, им это 100 миллионов. Вот, когда деньги поменялись, у нас в Таджикистане постоянно менялся деньги. Все то, что пришли, закупали, ничего нет. Я 15 миллионов перечислил в госснаб, чтобы оттуда хоть купить шефир, там что-то, тоже закрыли. Через два года прошло. За 15 миллионов мне дали 86 миллионов. Складим, ничего нет. В Таджикистане все. Сейчас вообще пойдешь, не узнаешь, что шамы. Такое быстро. Арабские эмираты. Да. Потому что когда мир есть, везде начинают развиваться дальше. А война мы должны в будущем, как-то я создавал международный союз писателей-целителей. Наша цель – мир во всем мире, здоровье, долголетие, охрана окружающих среди дружного народа. Вот она обещала, что до 100 лет будет жить. Мы его приняли в членство союза. Ну да. Поэтому от вашего кода зависит. Вот если кто-то хочет сотрудничать, у нас сейчас 173 человек, член этого союза. Буквально народный атлет джуровых уродов 4-5-го был в Москве здесь 82 года. Он критик. Все, что я ему периодически консультирую. Даю советы. Обе поняли. Правильно? Конечно. Сейчас вы пойдете, вот, Америка, Англия какой-то. Ну если нормальный совет даст, вы будете делать нормальный. Если нет ваших проблем, нет сейчас. У кого есть вопросы? Да. Вы знаете, вот есть, Владимир Владимирович. Нет. Есть дело для… У Ромыча, вы подождите. У нее обнаружили ледовую 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 лечение. Любой болезнь можно помочь лечиться, если больной сам захочет. Если она захочет, я вас, так я здесь могу консультировать, дать советы, будете делать все в кадре. Это от вас зависит. Спасибо. Поняли, да? Это индивидуальный. В общем, Мудров сказал, каждому больному надо решить его судьбу в постели больного. Это я даю вам для развития будущего. А так, если больной, надо шубы смотреть, где что дать, нормальная консультация. Если вы больной, все будет. Можно спросить? Можно спросить? Еще? Я хотел спросить, вот, в России раньше применялся иван-чай, до китайского чая. Как вот к этому чаю вы относитесь? Я иван-чайом дружил. На этом помещении в 1993 году мы проводили вечер презентации фитачей доктора Тафили. Вот, если там смотрели, вот фитачей работники этого центра будут. И иван-чай, команда тоже будет. Мы дружили друг другу. В общем, я очень хорошо отношусь, но надо разнообразно делать. периодически менять состав, все-все. Один и тот же ты начинаешь делать, но я все другой. В малых дозах это все для лечения, а больших нет. Как узнать дозу только? Я беру бальзам доктора Тахили в Таджикистане. Это спиртовой раствор. Хаям сказал, вино для трезвых рая. Вино для пьющих ад. Пей вина, но мир знает. Вино в избитке я. Я в больных лечу. У меня есть книга о лечении водками, лечении винами, лечении пивами. То, что... Вино откуда берется? В виноград? В лечении. В мире это полезно. Вот, у кого-то берет, я вино Когор назначаю. Есть метод Шевченко по поводу онкологии. 30 грамм водки, 30 грамм подсолнечного масла. А у меня 30 грамм лионового масла, 30 грамм бальзам доктора Тахили. Надо мои продукции произвести в Россию. Вы нам сделаете дорогу. Мне деньги не нужны. Я только рецепты дал. В гости приду. Друзья мои, вот то, что происходит сегодня... Тихо. Это событие в культурной жизни нашей страны и планеты. Благодаря Хуршиде Давроновной сегодня выступает мыслитель, педагог уровня Авиценны. А может быть и выше. Вы просветитель. Вы учите планету, каким образом реализовать идеи Сократа. Сократ сказал, да, здоровье это еще не все. Но все без здоровья это никто. Так, значит, сейчас последнее слово дает Бараншо Кургонову. Собираю сюда. И потом уже... Будут продолжаться. Да, уважаемый доктор Тахили. Я о себе буквально кратко расскажу. Вот. Я здесь в Российской Федерации служил, военнослужащий офицер. И в 2012 году я онкологическим заболеванием заболел. Вот. И изъезжал в Тамары, в онкологии. Вот. Оторировали меня. И познакомился с одним удивительным человеком, врачом, которого я оперировал. И он мне рассказывал про вас. Вот. Удивительное, интересное совпадение. И сегодня я сижу здесь и вот слушаю вас. И удивительно. Очень рад. Спасибо. И много чего он мне говорил про вас. И я читал много про вас. И вот недавно я вас видел в нашей диаспоре Таджикской в Нуре. Вот. И сегодня мы здесь находимся. И я хотел вас поблагодарить. И благодаря вашим, можно сказать, словам. И вот много-много я изучал. Вот. И знаю много те вещи, которые вы. И я начал заниматься пчеловодством. И вот более восьми лет у меня опыт пчеловодства. Я везу пчелы из Памира, из Таджикистана. Это пчелы. Пчелы вас будут учить. Да. И в течение восьми лет вот я занимаюсь пчеловодством. И хотел вам подарить наш мед. Аплодисменты Аплодисменты Я изучал все правы, все родники, которые там есть. Сейчас этот край рассветает. Там рядом граница с Китаем, там Афганистан рядом. Там вот речка, это Афганистан, это Памир. Сейчас наш президент очень много делит все дороги аспортированными. Так буквально туризм разрывается, через 3-5 лет попасть в Памире тяжело будет. Потому что это горный воздух, чисто, ближе к Богу. Высокие горы там находятся. Я иногда вот один, ну расскажу, если что. Один раз случайно встретился один академик, он учился с академикой Благоводина. То есть я был студентом. В Падике автобусы были. Он зашел в Таджикистан, они раскопили все. Потом я вставал, если отпустил, мы поговорили, мы говорим, как вас зовут? Он говорит, это не культурный таджик. Я говорю, как? Да, таджики пригласили домой, угостили, когда провожали, потом спрашивали. Потом он начал говорить, что вот много слов, если корень взять, первые люди появились, если первичный академ будет, это Памир. Потом слово «Земья», например, это «Зами», «Борода», «Пра». Если так взять, у нас корень практически. Ну да, матерь. Вот я, например, этот… Дарахт, дерево. Был, как Челябинский аркаим. Там чашма, много вещей. Мы практически одинаковые люди, поэтому не нужно разделить. Люди, это русские, это… Все равно вот эта дружба, его много дают. Вот когда приходишь к другу, ты обнимаешь, немножко поговорим, все. Вот я когда в Питере был, онколог, который с моим препаратом работал, ну, принесла легкий инсульт дома. Не с кем общаться. Я пришел, я уставший, немножко хочу воду поделить, чай. Она только говорит, говорит, грубо, извините, пожалуйста, у вас вода или чай есть. Она выстрелит, да, душа, да? Говорит, мне так хорошо стало. Иногда нужно вот это общение, чтобы человек вылегчил свою душу. Поэтому общение много дает. Надо бить, ведь мы все в этом мире гости. Я написал, среди людей всегда раздор, всегда имущественный спор. Один готов, другого съесть, а смерть не думает, что есть. Надо помогать другим людям, проживать. А то, что война, это убыль, я эти вещи вообще не признаю. Потому что все сильные люди сейчас, где лежат, под землей. Их жрут земля и муравьи. Правильно? Правильно, да. Не вы, не сильные, я, не сильные, все равно. Бог создавал, чтобы друг другу садили, помогали, развивались. Вот наш девич такой. Поэтому вам всем, кто пришли сюда, большое спасибо. Так. После этого, большое спасибо. Я ей один путем, кто бесплатно дает санаторий, доктор Тахирич, чтобы она до 200 лет. Моглядь, она за это дома. О-хо! Тахир! Дорогие друзья, я хочу... У нас есть еще маленькая концертная программа. Она будет выходить через одну минуту. Но так как у нас уже время мы сильно исчерпали, я, во-первых, хочу поздравить доктора Томили с сегодняшним замечательным... И нас всех с сегодняшней замечательной встречей. И вот такую вот грамоту Тахиричского культурного центра ему вручить за его продвиженческий труд и за его заботу о человеческом здоровье. Аплодисменты. Сейчас, одну секундочку. Сегодня нам очень хорошо помогала... в организации этого вечера сотрудница нашего замечательного Дома национальности. Она главный специалист отдела методического обеспечения и взаимодействия с национальными и общественными объединениями. Это Сиренькая Лучия. Я очень хочу... Аплодисменты тоже. В жизни иногда учитель гордится своим учеником. А я вот как ученик, то в Кратахре я им горжусь. Это есть? Горжусь не тем, не только его достижениями. Горжусь тем, что... Я живой пример. Умирающий человек стоит на ногах, ходит, присутствует в таких залах. Мне было 9 лет, когда я заболел. Болезный... Эээ... Хертость левого тазобедренного кистана. Кости рассыпались, нога застала одна. Была короче на 4,5 сантиметра. Я с Узбекистана. Никто не мог мне ничего делать. В погоде судьбы меня везли в Таджикстан. Мои родители, я старший сын, после меня 3 дочки. Единственная сына, тот дед мне. Потом еще 4 братьев у меня, после нас встретились в Торонто-Хидею. По его наставе, как он направлен путь поставил, дал надежду, дал направление. По его методикам, по его консультациям восстановилось полностью. Я после этого и боролся, и бегал, и могу ходить в 40. Десят километров. Вес, здоровье, здоровье, здоровье. По его пути я пошел. Стал доктором на лодной медицине. Я горжусь своим учителям тем, что его уважают не только у нас в среднем, в России, в других государствах. Я хочу быть похожим на него. По его пути ходи. Он навычит и работает. Сам делит масли различные. Какие масли нужны вам? 20 видов, холодный выживатель. И много тяжелых больных он здесь помогает в своей методике. Поэтому Тавлан зовут его. Тавлан – это государство. Тавлан – это государство. Которое, да, нам доктор Кофери может подарить. И, да, я хочу, этот культурный центр всем желает вот такого хронического здоровья. Я хочу пожелать вам и себе, чтобы мы жили не менее века отлично. Спасибо. 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 Спасибо.